Друзья, приглашаю вас еще разучить одно упражнение, того же самого автора Эмилио Пухоль, которого мы разучили в предыдущем видео. Ссылочку можно будет найти, где-нибудь на экране высветится, если вы не играли предыдущее упражнение. И это упражнение, оно аналогично, единственная разница. В прошлом упражнении мы с вами разучивали нисходящее арпеджио, а в этом будем разучивать восходящее. То есть как бы вы наверх возвращаетесь от ми струны и двигаетесь в эту сторону. Единственное еще отличие дополнительно, мы будем играть немножечко другие ноты. Опять-таки нотную линию этого упражнения я помещу прямо под этим видео, так что сможете раскачать, скачать и визуально его тоже глазами пробежаться, легче будет играть. Хорошо, давайте я сыграю это упражнение, а потом расскажу, на что обратить внимание, когда вы будете его репетировать. Вот такое вот упражнение. Значит, каким образом играете? Вы играете пальцем P, большим, потом средним и указательным. Соответственно, средний у нас будет по первой струне, указательный будет по второй струне. И вам также, как и в предыдущем упражнении, необходимо обратить внимание на то, чтобы ноточки басовые выделялись по сравнению с остальными. Вот как будто бы у вас поется песня, вот мелодия вот эта. Вот таким вот образом. А все остальные ноточки, вот то, что вы играете пальцем M и E, они как будто бы как отголоски, как колокольчики вторят. Ну и так далее. И второй вариант этого упражнения. Вы вместо пальцев M и E, вот сейчас вы играли P, M и E, у вас палец A отдыхал. Теперь играете P, A, M. Палец E отдыхает. И вот таким образом у нас она получится. Вот. Когда вы поиграете это упражнение, вы почувствуете, опять-таки, как и после предыдущего, что у вас рука начинает разминаться. И еще обращайте внимание на то, чтобы все ноточки были равномерными по звучанию, чтобы каждая последующая предыдущая ноточка по длительности совпадала с той, которую вы играете в данный момент. Это первый момент. И второй момент. Значит, старайтесь чистенько играть. Чтобы вот постарайтесь избежать вот таких звуков или вот таких вот глухих звуков. Понятно, что в процессе игры мы с вами, люди, можем ошибаться. Это естественно. Совершенству нет предела. Но стремитесь к тому, чтобы выработать идеально чистый звук. Пусть это войдет в привычку. И тогда вы сможете любое произведение играть чистенько, и вас приятно будет слушать. На этом я заканчиваю данное видео. Надеюсь, что эти упражнения от Эмилио Пухоль, который является автором этих прекрасных упражнений, простых, но очень полезных. Короче, что это видео вам понравилось. Если оно понравилось, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на мой канал. До встречи в следующих видео. Пока-пока. Продолжение следует...